Йоу, друзья, всем привет, с вами Икоч. И совсем недавно Иван Фадеев позвонил мне и сообщил, что лучший друг, в кавычках же, конечно, Влада Бахова, Максим Жумаев, наконец-таки вернул куртку Влада его же родителям. Но, может быть, совесть у человека проснулась. Я вам сейчас даже могу приложить скрин, где Иван сфотографировал эту самую куртку, и вы также можете увидеть Влада в этой же куртке. Ранее я снимал отдельно обращение к Жумаеву, потому что он добавил меня в черный список в Инстаграме. Ну, бегает от меня человек. Ведь я хотел ему написать в Инстаграм, чтобы он как раз-таки вернул эту самую куртку. Смотрю я уже в черном списке, поэтому мне пришлось отдельно снять к нему обращение, чтобы он по-хорошему вернул куртку Влада его же родителям. Но, как видите, слава богу, он меня услышал. И ранее, когда мне скинули его номер телефона, он постоянно сбрасывал мои звонки. Но в этот раз он почему-то принял мой звонок. Это на самом деле очень как-то удивительно. И давайте я вам сейчас предоставлю мой разговор с Максимом Жумаевым. Алло. Алло. Привет, Максим. Где? Знаешь меня? Ну, понял, кто это. Понял. Смотри, я хочу тебя спросить об одном. Когда ты вернешь куртку? Отдал, отдал. Отдал, да? Приехал. Да, к папе приехал, отдал, все нормально, поговорили. Кому ты отдал ее? И как ты отдал? Нормально все. Нормально все, да? Спокойно поговорили, да, отдал. Ты можешь мне объяснить, почему ты отдал куртку после того, когда я попросил тебя об этом? Ты раньше никак ее не мог отдать? Занят был. А, занят был, да? Я просто, блин, я, честно говоря, я не ожидал, что ты даже вернешь эту куртку, пока я не приеду лично к тебе. Но хоть на этом спасибо. Вот ты мне вот честно можешь рассказать, что на самом-то деле произошло там, именно свою версию? Ну, знаешь, у нас это, в следственном все знают. И у нас это, подписка о неразглашении, так что я из-за того, что я буду сейчас рассказывать, я в тюрьму не хочу сидеть. Ну, я говорю, в следственном, если хоть. Я понял, вот смотри, такой вопрос, такой вопрос. Влад Бахов действительно был твоим лучшим другом? Или это СМИ приврали? Одним из лучших, да. Одним из лучших. Ты можешь сказать, как вообще так получилось, что его куртка осталась у тебя? Мы с ним поменялись еще до этого. Куртками? То есть он был в моей... Не куртками, он носил мои вещи, я иногда брал его. То есть он то, что спросил, взял. То есть без разрешения мы ничего не брали друг у друга. Он был в моей одежде, то есть в моих спортивках. А я был в Локворке, я у него спросил, мы поменялись еще у меня дома. Все, я приехал туда, я мне уехал. Она у меня висела в шкафу. А почему, когда нашли тело, предполагаемое Влада Бахова в Демидовском лесу, ну, на нем нашли, ты прекрасно знаешь что. Только кроссовки там рядом валялись, понятное дело, что их подбросили. И оборванные штаны с трусами. И больше никакой одежды не было. Ты можешь это хоть как-то объяснить? Я этого не могу знать. Не можешь знать. А вообще, вот твоя версия, вот что вообще произошло? Что с ним случилось? Я же говорю, я не знаю. Ты не знаешь? Может, обморожение еще. Обморожение. Слушай, еще такой вопрос. Вот ты говоришь, лучший друг Влад Бахов. Тогда такой вопрос. Влад Бахов являлся наркоманом или же нет? Нет. Он не был наркоманом, да? Каким наркоманом? Тогда почему та Саветов заявляет? Так-то как, ладно, продолжай, продолжай. Я за его слова не отвечаю. Он, смотри, он мне говорит, что Влад постоянно в клубы приходил в наркотическом состоянии. Что все знают о том, что он нарик. Вот он мне прям так заявляет. Я же говорю, я не знаю, я с ним в клубы не ходил. Ты не ходил с Владом в клубы? В Смоленске, если говорить, то нет. Если в Демидове, то какой я такой опыт, то Дом культуры. Ладно, ты можешь сказать, почему в том ролике? Я так понимаю, вы же все бухали? Я нет. Ты не бухал? Я на антибиотиках был. Подожди, вот тут подробнее, вот тут поподробнее. Ты был на антибиотиках, да? Да, у меня гастрит. А, ну тогда ладно. Потому что вообще Саветов мне заявил, что вот этот мескалин, это вообще является антибиотиком. Там кто-то из вас назвал данный наркотик. Мне просто интересно, кто это был. Я не знаю. Первый раз, да, слышишь про этот наркотик? Да. Я вообще не интересуюсь такими вещами. А что родители тебе сказали? По поводу. Ну, по поводу того, что ты им куртку принес. Поговорили спокойно, и все. Ты извинился хотя бы? Ничего не. Ну, мы поговорили, объяснили, нам вопросы задавал папа, да и все. Мы отвечали на них, как бы. Что за вопросы? Да. Обычные вопросы, и все. Ну, обычные вопросы, ты можешь сказать какие? Приблизительно, если помнишь. По поводу дела, и все. Ну, ладно, вообще, смотри. Вот родители предполагают, что Влад Бахов сейчас потерялся, и они надеются на божие чудо, что он жив. Вот как ты думаешь, что с ним сейчас? Мы тоже на это надеемся, что мы думаем. Мы тоже переживаем за него. Нам тоже, как бы, обидно, что он пропал и все. А вот тело, которое нашли в Демидовском лесу, и смоленские судминэксперты заявляют, что это тело Влада Бахова. Вот что ты можешь по этому поводу сказать? Ничего не могу сказать. Ну, вот как ты считаешь? Ты считаешь, это его тело или это не его тело? Нет, я надеюсь на лучше. Ну, ладно. Смотри, и такой вопрос. Почему вот в тот момент, когда Влад якобы пропал, Даша Дербанова сразу же решила позвонить своему отцу? Ты об этом не в курсе? Могу миллион раз сказать, я говорю еще раз. То, что я при этом вообще не присутствовал. Я сидел в 20-30 метрах от этого и не знал, что он пропал. От шалаша этого. От шалаша, блин, у вас, конечно, никто его не видел. То есть, смотри, в ролике получается так. Он в центре внимания, он в центре события, его все снимают. И тут получается так, что когда он якобы уходит пописать, ну, так сказал Советов, его никто не видел. Все его потеряли резко. Согласись, это как-то подозрительно. Вот прям никто не видел его, куда он пошел, зачем он пошел. Вот так резко испарился человек. Я не знаю. Ну ладно, а по поводу того, что Даша позвонила своему отцу, вот ты же с Дашей разговаривал хотя бы? По поводу этого я вообще не интересовался ничем. Это их дело было. За вами кто вообще приехал? Я же говорю, я не буду говорить, но это уже дело следственное. Я говорю, я за это... А потому что люди не понимают. Вот мне интересно, вот смотри, кто-то из вас сказал, что за вами приехал товарищ Дербанов. И у меня возникает такой вопрос. У вас же там было плюс-минус 12 человек, если я не ошибаюсь. Как вы все поместились на одной машине? Поменьше читать надо. Что-что? Поменьше читать надо, что люди пишут. Подожди, подожди. Тогда сколько вас там было? Ну смотри, если это не так, когда расскажи свою версию. Еще раз говорю, я могу претиследствовать, дать трубку следовательно, и все. Что я должен рассказывать? У меня бумага есть, что я не должен ничего рассказывать. Вот так вот, да? Да, если вы хотите что-то узнать, будьте следственнее. Ты знаешь? Ты знаешь? Слушай. Я не скрываю ничего. По поводу куртки, все, я отдал, что еще это мне нужно. Я так понимаю, ты пришел с Янченковым, да? Один. Подожди, ты говоришь, ты один пришел? Да, я с папой приехал. Ты пришел к родителям один и отдал куртку, верно? С папой приехал, да, я разошел. Потому что мне Иван Фадеев позвонил и сказал, что как раз-таки куртку ты отдавал не один, а вместе с Янченковым? Вот как так получается? Что? С папой приехал. Потому что Дима у меня в гостях, что еще? Как его? Где его было? Он мне говорит, вы вместе отдавали, просто ты сейчас понимаешь, да? Ты сейчас мне вообще другой раз... Ты один отнес. Ее вдвоем, что ли, держали в руках и отдавали, я ее сам отдавал лично. А ты в руки. Из рук в руки. А он ничего не говорил, он просто сидел в машине, верно? Стоял со мной рядом. Нет, я просто сейчас пытаюсь понять, ты вообще врешь или нет? Вот как ты вообще все рассказываешь? Я не вру, что мне врать-то? Я говорю, что приехал, отдал куртку, что еще нужно? Мне эта куртка не нужна была, я без проблем бы. Родители бы давно сами попросили, я бы в первый же день вернулся. Слушай, еще такой вопрос. Ты готов со мной встретиться, когда я к вам приеду? Да без проблем, я знаю, о чем я. Все, где можем встретиться, ты можешь сказать? За хоть где. Ну, я вообще-то не местный. Где тебе удобнее? Ну, приедешь, звонишь. Просто понимаешь, тут проблема заключается в том, что многие люди, в том числе и я, я, конечно, не могу это заявлять со стопроцентной вероятностью, но считаю, что ты якобы причастен в убийстве Влада Бахова. Ты вообще знаешь, кто такие офники? Нет, не такое убийство, еще раз говорю. Ты знаешь, кто такие офники? Подожди. Нет. Не знаешь, да, кто такие офники? Да. Слушай, мне кидали, не знаю, вроде твои фотки, не твои. Где ты там был с патчем? Ты можешь это объяснить? Я такую одежду не ношу. Я ношу обычную. Ношу максимум адидас и все. Я такие вещи не ношу, никогда не одевал. Ладно, а почему некоторые свидетели заявляют, что после того несчастного инцидента, когда якобы Влад пропал, ты пришел домой, весь побитый в синяках? Ты можешь хоть как-то это прокомментировать? Никаких синяков у меня не было. Если бы были, это было бы указано в деле. С меня бы сняли, побои. Это понятное дело. Ну, слушай, я же прекрасно знаю, как работают ваши смоленские судмедоэксперты, как работают ваши смоленские вообще следственный комитет. Но это не мне надо предъявить. Но я тебе не предъявляю, я тебе рассказываю. Потому что мне Иван Фадеев рассказывал, даже вот по поводу этой самой куртки, что они писали в полицию, в следственный комитет, чтобы эту куртку изъяли. Ну, смотри, у тебя же эту куртку не забрали. Я правильно понимаю? Можно было просто родителям позвонить мне или написать, я бы без проблем отдал эту куртку. Ни хрена себе, это родители должны тебе звонить? То есть у них сейчас пропал сын, скорее всего, его даже убили. Ладно, смотри, еще мне скидывали сториз с инстаграма твоего. Мол, у тебя в тот день, когда якобы пропал Влад, там в этом самом промежутке была сломана рука. Я думаю, ты даже видел эти ролики на ютубе. Ты можешь это хоть как-то прокомментировать, фейк это или не фейк? Рука была сломана после соревнований по дидо. Так, 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 сейчас у тебя плохо услышал. Можешь еще раз сказать? Руку сломал я на соревнованиях по дидо. Это сколько дней прошло с того момента, когда якобы пропал Влад Бан? Я не знаю. Я не знаю. Смотри, он пропал, если я не ошибаюсь, 6 апреля, верно? А руку ты не помнишь, когда ты приблизительно сломал? Нет. Ну, хотя бы апрель, май, не помнишь? Я не могу. Если сейчас посмотрю конкретно, то скажу. Я наоборот скажу людям, что вот это фейк, что на самом-то деле он руку вообще там в другой день ломал, что это вообще даже близко, это даже не тот месяц. Я же еще раз говорю, что сломаю я руку на соревнованиях. Ну. Потому что я там дерусь, я вообще ни с кем не дерусь. Просто знаешь, мне очень много вот этих вот скринов пришло, в своих сторис, и все заявляли, что вот после того случая, когда пропал Влад, у тебя что-то было с рукой, и то, что ты пришел весь побитый. Так я же говорю. Вот поэтому я тебя и спрашиваю, чтобы лично от тебя услышать ответ. Ну вот я лично и говорю. Ну ладно, и смотри, еще такой вопрос. Почему, когда ты был на первом федеральном канале, на детекторе лжи, у тебя постоянно менялись показания? Переживал. Переживал. Волнение, знаете, что такое, да, волнение. То есть вы ни с кем не договаривались, какая у вас будет история? Нет. Вот вначале, честно говоря, я хотел тебя вообще найти и поймать вот по поводу этой куртки, потому что ты... Без проблем вообще, но как бы я не... Да, 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 смотри. Потому что я нормально к тебе первый раз обратился в ролике, без оскорблений, заметь. Вообще ничего. Я просто попросил тебя вернуть курт. Я не хотел... Вот этого я не хочу, чтобы меня там выкладывали в ролике или что-то. Мне это не нравится. А как мне с тобой связаться? Я тебя добавил в Инстаграм просто без ролика. Я еще обращение к тебе не снимал. Я хотел тебе написать в Инстаграме, чтобы ты вернул курт. За оскорбления все, что-то я там урод или что-то еще. Ну, ты же понимаешь, что вот когда ты добавил меня в черный список, вот ты заставил меня нервничать, что, мол, я хочу обратиться к человеку, не публично это делать, а именно написать. Нам нельзя, я еще раз говорю, не хотим мы, ну, разговаривать, разглашать все это. Я тебе еще раз объясняю, я к тебе добавлялся в Инстаграм просто, чтобы написать, по-человечески тебя попросить, чтобы ты просто вернул куртку, и все. Вот первая цель моя была. То есть мог бы там тоже написать в Инстаграме мне, слушай, нам нельзя это разглашать, я бы тебя понял. Вот, я же говорю, нельзя. Я все по поводу куртки рассказал, как я вернулся. Ты приходил на поиски Влада Бахова? Я просто кричал, ну, как бы, первый день, все. Подожди, подожди, стоп. В первый день, это ты имеешь в виду, когда Влад пропал, вот прям самый первый день, когда он только пропал якобы, и вы все вместе 12 человек искали. Ты про этот случай? Не-не-не, интересно. Ну смотри, просто потом люди вообще говорят, что после того, как Влад якобы пропал, вы вообще пошли в клуб, это так или нет? Не было такого. Вы не ходили в клуб? Вот сейчас это же на Ютуб все выйдет, зачем? Я не хочу разглашать, что, какая разница. Я же сказал, по поводу куртки, хотели узнать, я сказал, что еще нужно. А ты понимаешь, что люди, наоборот, перестанут к тебе иметь претензии, во-первых, по поводу куртки, во-вторых, что ты пришел вот после того инцидента со сломанной рукой? То есть, ты же сам понимаешь, что это в твоих личных интересах рассказывать правду, если это действительно правда. Или я не прав? Правда, правда. Правда, правда. Ну вот, смотри, то есть, я так понимаю, ты искал Влада только в тот день, когда он якобы пропал, и все, больше ты в поисках не участвовал. Ага. Ты это сейчас мне серьезно, да, вот так заявляешь, что у тебя пропал лучший друг, и больше ты не участвовал в поисках, это ты сейчас серьезно мне говоришь? Я вот, я честно, я вот тебе хочу сказать, я реально, я этого не понимаю, как у человека мог пропасть лучший друг, там, и ты не ищешь его. Чего ты взял, что и мы его не искали, искали, еще и раз говорю. Я тебя плохо услышал, можешь еще раз подробнее объяснить? У меня сейчас просто телефон плохой, я говорю, не могу говорить. Плохо слышишь. Ладно, а что по поводу телефона, Влада, ты можешь сказать? Потом, давайте. Ладно, давай потом при встрече. Ты мне просто одно, Максим, объясни, вот по-человечески, как такое возможно, что у тебя пропал друг, лучший друг, хочу напомнить, и ты, ну, просто вот с этим смирился. Вот, ну, не знаю, вот просто объясни мне, пожалуйста. Не смирился я с этим, не смирился. Тогда почему ты не ходил на поиски, не искал его? Если бы у меня просто лучший друг пропал, я бы вообще там всех бы на уши поставил. И вот, ну, ты сейчас рассказываешь, что ты первый день просто пошел там покричал и все. Я же говорю, искали разные информации. Мы пробовали все, чтобы, конечно. Я тебя опять плохо слышал. Да потому что на улице у меня телефон плохой. А ты попробуй прямо в микрофон говорить. Я тебя серьезно плохо слышу. Ну, я не собираюсь на сборы парать. Я могу, ну, при встрече рассказать, ничего без проблем. При встрече ты готов на камеру рассказать всю правду? Я не, на камеру не, 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 это не сойдет. Ну все, ладно. Тогда лично мне расскажешь? Преследователя. Ну ладно, хорошо, я тебя понял. Братья и сестры, ну а с вами был Коча ТВ. А что лично вы думаете по поводу данного разговора? Обязательно пишите ваши мысли в комментариях. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой YouTube канал и Instagram. Жмакайте на колокольчик, потому что сейчас YouTube вообще редко уведомляет вас о моих новых видеороликах. И распространяйте данный видеоролик. Пусть россияне знают правду. И также пишите как можно больше комментариев, чтобы ролик вдвигался YouTube. Всем спасибо, пока-пока.